Здравствуйте, уважаемые друзья! Утро за бортом минус 13,5 градусов И сегодня мы поговорим о том, что что-то последние несколько дней будоражит канадское общество Появляется большое количество заметок на эту тему И, естественно, наши русскоязычные очень активно это обсуждают в последние несколько дней Дело в том, что в канадский парламент был внесен законопроект Относительно принятия закона о безусловном доходе канадцев Речь идет о том, чтобы все люди, независимо от того, чем они занимались, что они делали Только по факту того, что они канадцы, получали денежку от государства И, собственно, дилемма, а дискуссия, которая разразилась Она, собственно, посвящена вопросу Нужно или не нужно канадцам иметь безусловный базовый доход Для тех, кто не в курсе, еще раз поясню мысль Что человек получает от государства ежемесячно какую-то сумму денег То есть в части дискуссии говорится о том, что, по сути, последний год канадцы этим уже занимаются Да, канадское правительство Оно уже выделило и посадило на иглу миллионы канадцев И они, не работая, уже целый год живут, получают себе пособие от государства И сторонники идеи того, что безусловный базовый доход, собственно, это супер здорово Говорят о том, что, ну, вы сами смотрите У нас сейчас идет массовая автоматизация производства У нас сокращаются рабочие места У нас, дескать, большое количество технологичных проектов Которые сами по себе не требуют большого количества работающих Да, и поэтому все равно рано или поздно станет вопрос о том Что сделать с теми людьми, которые хотели бы, возможно, работать Но они не могут в силу того, что количество рабочих мест ограничено Да, в силу того, что высокие технологии рулят И вот, соответственно, дискуссия разворачивается на эту тему И, как я уже сказал, законопроект внесен Сумма точная не определена И, как бы, самый главный вопрос Это то, что, во-первых, будет или не будет предпринят этот закон Да, потому что, на самом деле, и либералы, и неодемократы Во время предвыборной кампании прошлой Они говорили о том, что фишка хорошая, вещь хорошая Почему бы нам это дело не реализовать И я думаю, что большое количество людей Которые, ну, скажем, живут в стрессе Из-за того, что они понимают, что они не могут накормить свои семьи Не могут оплатить свои кредитные какие-то обязательства Которые у них есть, там, по домам, там, по, не знаю, там По машинам, еще каким-то вещам Вот, они могут спать спокойно Потому что какую-то сумму для погашения своих кредитов Они будут иметь А с другой стороны, говорится о том, что Если люди не будут работать, то, собственно, это будет деградация Да, в ответ другие говорят о том, что Может быть, это, конечно, деградация для кого-то, да Но для кого-то наоборот Это возможность заняться собой Заняться саморазвитием и творить Да, потому что не секрет, что Бытовуха, повседневные наши потребности Они съедают огромное количество времени и энергии И у нас не остается этого самого времени и энергии Для того, чтобы заниматься собой, своими делами, своими проектами Может быть, каждый из нас в душе Ван Гог Да, но из-за того, что мы каждый день должны ехать на работу Делать там свою работу и так далее Ван Гог у нас, собственно, так остается в зарудыше Короче говоря, значит, тема с этим самым доходом Как я уже сказал, это не просто слова, а уже законопроект И, как говорится, будем наблюдать, что там будет дальше в плане принятия этого закона А всем откланиваюсь, всем хорошего дня и счастливо Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»